Кастричник – месяц доброго порадкования. Разом с обновлением центральных улиц у Гомеля приводят в парадок дворовые территории. Наша здымочная бригада, разом со специалистами Аблы Канкама и представниками отказных службов, проехала по улицах города. Чтобы отремонтировать все тротуары и дорожки вокруг шмат поверховок, нужны великие груши. Поэтому ремонтуют по мере махчимости. Некоторые гомельские дворы в последний месяц затримали целиком новое дорожное покрытие. Неде провели ямочный ремонт. Побач с домом на Мазурова, 52, обновили асфальт. На Целегина, 17, у належный стан привели увесь двор. На Жарковского дворовые территории ремонтовать почали некольких годов тому. Зараз на уздуш широких домов дорожки отремали свежий асфальт. Пригожа стала и побач с домом на Селянской, 35. Данная дворовая территория была выполнена текущая именно ремонт асфальтового покрытия, который здесь находится. Сделалось оно именно картовым методом для улучшения именно покрытия. И оно делается именно сплошным покровом в обоизбежании уже образования ямок. И так как уже ямочный ремонт здесь и ранее проводился, он не сильно действует. Поэтому именно на этой дворовой территории уже применял метод методом укладки асфальта именно по картам. У Гомеле больше 1800 дворовых территорий, которые относятся до Коммунального жильевого фонда. Харвыконкам распрацовал по адресный план график ремонту подъездных дорог и пешеходных дорожек. Сюда включили около 740 дворов. Как привести их в належный выгляд, город выделил 400 тысяч рублей. Звыше 130 дворов, дякуючих этому, частково обоцалкам обновились. При обращении граждан по вопросам благоустройства дворовых территорий, если они обращаются к нам или, например, на службу 115, значит, наши специалисты выезжают на место, оценивают необходимость проведения ремонта, оценивают объемы. И если данная дворовая территория не стоит в плане по проведению работ, то мы обязательно ее туда включаем и работы обязательно будут выполнены. Парадок у гомельских дворах протягнуть на воде, пакуль будет дозволять на дворье. Марина Джала, Игорь Марышенко, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомель».